Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как срезать вот такую вот шапочку в виде смешари конюши. Вяжется довольно-таки легко, быстро и просто. Можно варьировать размерчик на любой обхват головы. У меня данный размерчик подходит на обхват головы где-то 44-46 см, даже наверное 47 см, если потянется немножечко. В принципе можно варьировать на любую окружность головы. Вот здесь вот донышко провязываете больше и соответственно ширина полуобхвата получится шире. Я вам покажу видео, как увеличить, как уменьшить шапочку для тех, кто хочет уменьшить и как связать вот такие замечательные деталечки. Волосы я вдевала на макушку, где-то вот на расстоянии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На расстоянии между 8 и 9 рядом, как я вдевала, вот так вот продевала каждый локон на волосики куколки. Вот вяжется довольно-таки легко, быстро и просто эта шапочка. И вот видите, имитация волосиков тоже получается. Затем после того, как проденете полукругом, даже слегка больше, чем полукругом волосики, то просто их завязываете вот так вот в косичку. Можете сначала завязать, затем запрести косичку. И получается довольно-таки симпатично, на мой взгляд. Кому интересно, конечно же, присоединяйтесь. Вяжем с вами вместе. Для вязания я буду использовать чистую хлопковую пряжу, так как у меня летняя такая вот шапочка. Поэтому в качестве основного цвета у меня нежно-розовый цвет. Это фирма Peria серия Perlina Mini. Чистый хлопок. В качестве дополнительных цветов я буду использовать красный волос и затем белый глазки, черный и розовый для носика. Это фирма Alize серия Bella. Тоже чистый хлопок. Более подробную пряжу вы сможете посмотреть в отдельном видео. Ссылочку оставлю в описании под этим видео. Также нам понадобится сантиметр, либо канцелярская линейка. Крючок я буду использовать 1,75. Можно взять и толще, но я люблю, когда потоньше, для того, чтобы детали имели более такой вот аккуратный вид. И ножнички. Начнем мы с основой шапочки. Поэтому я буду вязать ниточкой нежно-розового цвета. И исходя из вот такой вот таблицы, мне нужно связать донышко размером в 14 см. Но я буду вязать 13 см и делать такой вот плавный переход на 14 см, для того, чтобы у меня шапочка была не прямая, а немножечко вот закругленная. И буду вязать донышко по вот такой вот схемке. Начнем мы с цепочки из воздушных петелек. Делаем начальную петлю основания. Затем набираем 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в первую петелечку вяжем соединительный столбик. Теперь у нас получилось... Сейчас сделаем соединительный столбик. Теперь у нас получилось вот такое маленькое колечко. Мы делаем 2 воздушные петли подъема. И вместо 3 воздушных петелек я всегда в начале ряда буду делать 2 воздушные петли подъема, для того, чтобы у меня не был совсем длинный столбик. Вот, делаем накид и вот в это колечко, в образовавшееся в дырочку, делаем 11 столбиков с одним накидом. 1 столбик, сюда же 2, 3, 4, 5, 6, 10 и 11. Вместе с 2 петлями подъема первыми у нас всего получилось 12 столбиков. Находим вторую петельку подъема и в нее вяжем соединительный столбик. Первый ряд окончен. Теперь делаем 2 воздушные петли подъема, накид. И в петлю основания воздушной цепочки вяжем 1 столбик с одним накидом. То есть, по факту, у нас получилось провязано над первым столбиком предыдущего ряда уже 2 столбика в этом ряду. 2 петли подъема нам будут в каждом ряду заменять первый столбик. Теперь делаем накид и находим вторую петельку. В нее также вяжем 2 столбика с одним накидом, то есть делаем прибавление. Первый столбик и сюда же второй. Точно так же в третью петельку 2 столбика с накидом, в четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую и так далее. То есть, в каждую петельку мы вяжем в этом ряду по прибавлению. То есть, по 2 столбика с накидом в каждую петельку. И в конце этого ряда у нас получится 24 столбика вместе с петельками подъема. Довязав до конца прибавления, находим вторую петлю подъема и вяжем в соединительный столбик. Второй ряд завершен. Теперь делаем 2 воздушные петли подъема, накид и в эту же петлю основания вяжем еще один столбик с одним накидом. То есть, в начале ряда сразу же делаем одно прибавление. Теперь делаем накид и находим следующую петельку. В нее вяжем 1 столбик с одним накидом. Далее снова повторяем следующую петельку, вяжем прибавление 2 столбика с накидом в одну петлю. Далее вяжем следующую петельку в четвертую, столбик с накидом. И так будем чередовать до конца ряда. Будем вязать в одну петельку 2 столбика с накидом, во вторую петельку столбик, снова в третью петельку 2 столбика, четвертую столбик и так далее. То есть, просто чередуем столбик, 2 столбика, столбик, 2 столбика. То есть, делаем прибавление через одну петлю. И вот так вот вяжем до конца третьего ряда. Довязали до конца третий ряд и у нас ряд закончился одним столбиком. Теперь во вторую петельку подъема вяжем соединительный столбик. Делаем снова 2 петли подъема, накид и в петлю основания вяжем еще один столбик с одним накидом. То есть, сразу делаем прибавление. Теперь находим следующую петельку и вяжем столбик с накидом. И еще добавляем в следующую петельку один столбик с одним накидом. Теперь повторяем. 2 столбика с накидом в одну петлю, то есть прибавление. И 2 раза по одному столбику в 2 последующие петельки. Теперь снова прибавление, два столбика, прибавление, два столбика. Вот так вот чередуем до конца ряда. То есть между прибавлениями в этом ряду добавился еще один столбик с одним накидом и вот так вот вяжем до конца этого ряда. Довязали четвертый ряд, он у нас закончился двумя столбиками с одним накидом и во вторую петлю подъема вяжем соединительный столбик. Все, у нас получилось в конце четвертого ряда провязано 48 столбиков. Изначально мы начинали с 12 столбиков вместе с петлями подъема, затем прибавили в каждую петлю по столбику, получилось 24, в третьем 12 добавили 36 и сейчас еще раз 12 добавили. В четвертом ряду 12 столбиков получилось 48 по кругу. Теперь начинаем пятый ряд двумя петлями подъема как всегда и в петлю основания вяжем столбик с одним накидом. То есть, как всегда, начинаем ряд с прибавлением. Делаем накид и в следующую петлю вяжем столбик с одним накидом. И в третий столбик вяжем столбик с одним накидом. И теперь в четвертый столбик снова вяжем столбик с одним накидом. То есть, смотрите, в каждом ряду между прибавлениями у нас добавляется по одному столбику. Было изначально 1 столбик чередовали с прибавлением, затем в четвертом ряду добавили еще 1 столбик между прибавлениями, получилось прибавление 2 столбика, а в пятом ряду у нас будет уже прибавление и 3 столбика, то есть задействованы 4 петли ряда. И снова повторяем, в пятую петлю вяжем 2 столбика с накидом в одну петлю, то есть прибавление и 3 раза по столбику в каждую петлю подряд по одному столбику и повторяем вот так вот прибавление 3 столбика, прибавление 3 столбика, вот так вот вяжем до конца этого ряда. Заканчиваем пятый ряд тремя столбиками с накидом. Во вторую петлю подъема вяжем соединительный столбик. В пятом ряду мы добавили снова 12 столбиков с накидом по кругу, поэтому у нас сейчас 60 столбиков с накидом провязаны в конце пятого ряда. Итак, теперь вяжем шестой ряд двумя петлями подъема. И в петлю основания вяжем очередной столбик с накидом. То есть сразу вяжем прибавления в начале ряда. Теперь делаем накид и последующие 4 петли вяжем по столбику. То есть снова добавляем столбик с накидом между прибавлениями. 1, 2, 3 и 4. Связали 4 подряд столбика с накидом и теперь повторяем. В пятую, точнее как уже получается, в шестую петельку ряда вяжем 2 столбика с 1 накидом, то есть вяжем прибавления и в последующие 4 петли вяжем по столбику с накидом. И так будем чередовать до конца ряда. Прибавление 4 столбика, прибавление 4 столбика. Довязали 6 ряд 4 столбиками с накидом и теперь во вторую петельку подъема вяжем соединительный столбик. И в конце этого ряда у нас по кругу 72 столбика с накидом провязаны. Теперь вяжем 2 воздушные петли подъема накид и в петлю основания вяжем столбик с накидом. Сделали прибавление и теперь вяжем 5 столбиков с 1 накидом в каждые последующие 5 петелек по столбику. 1, 2, 3, 4, 5. То есть добавили снова 1 столбик между прибавлениями и теперь повторяем. Прибавление, то есть 2 столбика с накидом в 1 петлю и затем 5 столбиков с накидом в каждую петельку подряд по 1 столбику 5 раз. 1, 2, 3 и 4, 5. И так продолжаем до конца ряда вязать прибавления. Довязали 7 ряд 5 уже столбиками с накидом и во вторую петлю подъема вяжем соединительный столбик. Закончили 7 ряд и по кругу у нас сейчас 84 столбика с 1 накидом. Вяжем 2 воздушные петли подъема, делаем накид и в петлю основания цепочки вяжем столбик с накидом. Сделали прибавление и дальше вяжем подряд в каждую последующую петельку 6 столбиков. Первый столбик в следующую петлю, второй столбик, далее третий, четвертый, пятый и шестой. Связали 6 столбиков с накидом, повторяем. Вяжем прибавление 2 столбика с накидом в одну петлю и далее вяжем снова 6 столбиков с накидом в каждую последующую петельку по столбику 6 раз. И вот так вот чередуем до конца ряда прибавления 6 столбиков. Довязали 8 ряд 6 столбиками с накидом. Во вторую петлю подъема вяжем соединительный столбик. И в конце 8 ряда у нас по кругу 96 столбиков с накидом. Вяжем 2 петли подъема, накид и я делаю столбик с одним накидом в эту же петлю. То есть вяжу очередное прибавление. Теперь вяжу накид и в каждые последующие 7 петелек вяжу по столбику с накидом. То есть снова между прибавлениями добавляю 1 столбик с накидом. Первый столбик, следующую петлю второй столбик, следующую петлю третий, далее четвертый. Пятый, шестой и седьмой. Далее повторяю. Вяжу прибавления 2 столбика с накидом в одну петлю. И снова 7 столбиков с накидом в каждую последующую петельку вяжу по столбику 7 раз. И вот так вот чередую до конца ряда. Чередую прибавления 7 столбиков и прибавления 7 столбиков до конца. Довязали 9 ряд и закончился он 7 столбиками с накидом. Теперь во вторую петлю подъема вяжем соединительный столбик. И теперь в конце 9 ряда у нас по кругу 108 столбиков с накидом. Сейчас вам нужно измерить ваш кружочек, какого диаметра он у вас. Вот я вам сейчас скажу, сколько у меня. 13 сантиметров и где-то вот 1 миллиметр. То есть что мы делаем? Смотрите, у меня должно быть донышко 14 сантиметров. Сейчас оно у меня 13. Я 10 ряд провяжу просто в каждую петельку по одному столбику с накидом. То есть в первую петлю вяжу как бы из нее 2 воздушные петли подъема. Это столбик с накидом. Далее делаю накид и в следующую же петельку, то есть не в эту петлю основания, а в следующую. Начиная вяжу в каждую петельку по столбику с накидом. А далее связав ряд просто столбиков с накидом в каждую петельку, я сделаю еще один ряд прибавления. Почему так? Потому что если мы сейчас довяжем последний ряд прибавления и начнем вязать высоту шапочки, то она получится такая вот квадратная. Я уже в начале видео говорила, что мне хочется, чтобы она была круглая, немножечко закругленная. Поэтому я сейчас провяжу вот этот ряд столбиками, а затем для того, чтобы она имела закругленный вид, свяжу последний ряд прибавления. То есть 14 диаметр донышка, у нас сейчас 13, и вот этот сантиметр последний ряд донышка я довяжу после ряда вот этого столбика с накидом. И тогда уже начнем вывязывать высоту самой шапочки. Довязали 108 столбиков и во вторую петлю подъема делали соединительный столбик. Как вы видите, уже после этого начиная ряда, шапочка начинает приобретать закругленный вид. И теперь смотрите, последний ряд прибавлений я свяжу следующим образом. Я буду делать прибавления не 12 раз, вот как здесь мы делали все, как вы видите, ячеечки 12 штучек, а 6 раз. То есть смотрите, я вяжу 2 воздушные петли подъема, накид, в петлю основания вяжу прибавления, то есть вяжу столбик с накидом, в петлю основания цепочки. Теперь вяжу накид и 8 столбиков с одним накидом подряд. Первый столбик, в следующую петлю второй столбик, в следующую петлю третий, далее четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Как бы вяжу на один столбик больше, чем мы вязали в предыдущем ряду, то есть продолжаю вязать прибавления. Теперь по счету у нас должно быть прибавление, но я вместо прибавления вяжу просто столбик с одним накидом. И продолжаю вязать дальше 8 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И снова вяжу прибавления 8 столбиков, а затем вместо прибавления вяжу вот здесь вот после провязанных 8 столбиков всего лишь столбик вместо прибавления и затем снова 8 столбиков. То есть получается мы сейчас вяжем прибавления и 17 столбиков с накидом. То есть 8, 8 и столбик вместо прибавления. Снова сейчас сделаем прибавление второе. Два столбика с накидом в одну петлю. И снова провяжем 17 столбиков с одним накидом. Можете считать 17 столбиков. Можете считать как прибавление. То есть как будто вы вяжете прибавление, но вместо него вязать просто столбик без второго столбика. Как вам удобно, так и считайте. Я буду вязать всего 6 прибавлений в ряду. И до конца у меня получится замечательный вот такой полукруглый купол шапочки. И затем я уже довязав вот эти вот 6 прибавлений, то есть к 108 я добавлю еще 6 столбиков. Получится 114 столбиков с одним накидом. Довязанных до конца ряда во вторую петлю подъема вяжу соединительный столбик. И затем вот так вот складываю шапочку. И смотрю сколько сантиметров я провязала. У меня приблизительно в одном сантиметре это один ряд. И буду вязать нужную высоту мне шапочки. Я буду вязать где-то 15 сантиметров, может 16. Я думаю, что этого достаточно, так как это такая вот легенькая шапочка. Это не теплое, это не с ушками. Поэтому мне этой высоты будет достаточно. Для достоверности своего размера, провязав этот ряд, можете даже следующий, когда начнете уже вывязывать высоту, то есть эти 114 столбиков, возьмите сантиметровую, либо линеечку, либо сантиметр, чем вы измеряете, и померяйте от вот этой начальной петельки от столбика. Вот так вот прирастянув слегка шапочку, измерьте по именно окружности. Это максимально достоверно даст вам, скажем так, реальные цифры окружности шапочки. Почему диаметр бывает иногда не совпадение с нужным, ну то есть диаметр шапочки, вот здесь вот дна, не совпадение с нужным нам обхватом головы. Там есть формула, окружность головы делим на число π и так далее. То есть почему эта формула бывает не действует? Потому что плотность вязания разная, крючки разные, ниточки разные, то есть какие-то ниточки более бывают таким с эффектом стрейча, то есть они более тянутся, бывают наоборот очень грубые, поэтому очень сильно может все зависеть именно от ниточки и от вашей плотности вязания. Ну плюс, конечно же, инструмент. Вот, и так, провязывайте этот ряд до конца, делайте прибавления, а затем, начиная с этого ряда, вяжем высоту, то есть наши 114 столбиков или сколько получилось у вас по расчетам без изменения на нужную высоту общую шапочки, не довязывая, не довязывая где-то сантиметр. Мы затем закончим чуть-чуть по-другому. Я связала высоту шапочки и теперь обвязала предпоследний ряд столбиками без накида таким же цветом, как вся шапочка и закончила обвязочку я ниточкой цвета пяточка. И теперь приступаем к вязанию ушек и разных деталей. Для ушка делаем кольцо мигуруми вокруг пальчика, вот так вот ниточкой обводим и закрепляем колечко. Делаем две воздушные петельки. Один, два. Можно, в принципе, сделать всего закрепительную петельку и еще одну петлю, этого будет достаточно. Делаем накид и в это колечко вяжем два столбика с одним накидом. Первый столбик и сюда же второй столбик. Затем придерживаем крайнюю петельку и стягиваем вот это колечко. Стягиваем хорошо, плотненько. У нас получается вот такой вот уголочек из трех столбиков. Теперь вяжем две воздушные петли подъема, поворачиваем вязание. Делаем накид и в петлю основания цепочки вяжем столбик с одним накидом. Затем в следующую петельку в среднюю вяжем столбик с накидом. И у нас остается третья петелька, вот она подъема. В нее вяжем два столбика с одним накидом. Первый столбик и сюда же второй столбик. Далее вяжем две петли воздушные подъема, поворачиваем вязание и в петлю основания вяжем столбик с накидом. Далее вяжем три столбика с накидом в каждую петельку по столбику. Один, два, три. У нас остается последняя петелька, вот она вторая петля подъема. В нее вяжем два столбика с накидом в одну петлю. То есть мы, получается, вяжем по краям прибавления. То есть по два столбика с накидом. Две петли подъема нам замещают первый столбик, а затем в средние петельки мы просто вяжем по столбику. Снова две воздушные петли подъема, поворачиваем вязание. Делаем накид, в петлю основания вяжем второй столбик с накидом. Далее вяжем средние петельки по столбику. Первая петелька столбик, вторая петелька столбик, третья петелька столбик, четвертая петелька столбик, пятая. И в шестую петлю вяжем два столбика с накидом. То есть прибавление в одну петельку два столбика. Снова две воздушные петли подъема и вяжем петлю основания в воздушной цепочке второй столбик с накидом. Получается мы провязали прибавление. И далее вяжем по столбику. Это уже третий столбик в ряду, в следующую петлю четвертый столбик в ряду, пятый столбик, шестой, седьмой, восьмой, девятый и в последнюю петельку здесь во вторую петлю подъема вяжем десятый и одиннадцатый столбик в одну петлю. То есть делаем прибавление. Далее вяжем две петли подъема и поворачиваем вязание. Нам нужно в каждую из петель провязать по одному столбику. Петлю основания пропускаем, так как из нее уже есть две петли воздушная подъема, замещающая столбик. Далее в следующую вяжем второй уже столбик, в следующую третий столбик, в следующую петлю четвертый столбик, в следующую пятый, далее шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и во вторую петлю подъема вяжем последний одиннадцатый столбик. Вот этим рядом мы завершаем вязание ушка. Но здесь, как вы видите, не очень красивые края. В принципе, можно так и оставить. Можно вот эту ниточку хорошо спрятать в кончик. И у нас получается вот такое вот ушко, треугольничек. Вам нужно будет его пришить. Но мне хочется его более сделать круглым. То есть, чтобы он не такой острый краешек был, а более такой смягченный. Поэтому я делаю воздушную петлю подъема и под каждую, вот здесь вот, под каждый столбик, каждую петельку, можно будем сказать так. Почему? Потому что вот каждый столбик с накидом это две петли подъема. Поэтому я буду делать под каждый столбик с накидом по два столбика без накида. Вот первый столбик я под него два столбика вяжу. Далее второй столбик я под него, прям под него, не нужно петельки искать, а просто под столбик. Вот так вот, по два столбика без накида. Я вяжу под каждый столбик с накидом. Вот так вот. С одной стороны вяжу. И точно так же буду вязать с другой стороны. Дойдя до вот этого вот уголка, я под него вяжу, вот так вот, ввожу крючок где-нибудь сначала сбоку, затем в серединке вяжу столбик без накида. И вот так поворачиваю вязание и уже сбоку с другой стороны вяжу третий столбик без накида. То есть как бы его немножечко закругляю. А затем вяжу снова по два столбика без накида под каждый столбик. То есть продолжаю обвязывать. Параллельно рекомендую вам завязывать вот этот краешек, чтобы вам его потом не прятать, этот кончик. И у нас получается вот такой, посмотрите, смягченный уголочек. И вот дообвязываем сейчас мы по два столбика без накида. И у нас получается практически завершенное первое ушко. Дообвязывали столбиками и под первую вот здесь вот воздушную петельку под вторую подъема вяжем по столбику без накида. То есть два столбика без накида под крайнюю, вот здесь вот под крайний столбик. И соединительный столбик вяжем вот здесь вот в петельку подъема. Перед столбиком здесь вот остается петелька и в нее вяжем соединительный столбик. Теперь привыкните ниточку где-то приблизительно сантиметров 12, можете чуть больше с запасом и отрезаем ниточку. Вот этот краешек мы не будем обвязывать, он у нас красивенький, ровненький. Мы им будем пришивать, в общем, это у нас будет как нижняя часть и вот так вот ушко. Поэтому, в принципе, ее обвязывать не нужно. Хотите, можете здесь столбиками без накида, просто удлиниться немножечко ушко. Теперь смотрите, мы оставляем эту ниточку для пришивания, а вот эта ниточка, которая у нас уже завязана, нам она абсолютно ни для каких целей больше не нужна. Можете больше здесь вот затянуть и поправить, чтобы здесь никаких не было погрешностей, узелков и так далее. А вот этот краешек, который нам не нужен, просто отрезать. И вот такие детальки нам нужно связать, две штучки, так как два ушка, вот они, два ушка готовы. Поэтому свяжите самостоятельно второе ушко и будем вязать детали дальше. Глазик у нас будет похож на начало вязания шапочки и носик точно так же. Мы берем ниточку белого цвета и различие между шапочкой и деталями лишь только в кольце амигуруми. То есть мы будем делать вот такую вот петельку движущую, как и делали на ушке. Теперь берем, закрепляем эту движущую петельку или кольцо амигуруми и теперь будем вязать в него. То есть мы, как и в начале вязания, делали 6 петелек цепочку и в них вот в колечко соединяли цепочку, набирали 2 воздушные или 3 воздушные петли подъема, как вам удобно. И затем вяжем еще 11 столбиков с накидом сюда же в колечко. 1 столбик, далее 2 столбик, 3 столбик, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и последний 11. Итак, 2, 4, 6, 8, 10, 11 столбиков и 2 воздушные петли подъема, замещающие нам 12 столбик. Теперь придерживаем последнюю петельку, стягиваем колечко. У нас получился вот такой вот кружочек. Стягиваем его плотненько, чтобы посерединке не оставалось никакой дырочки. И теперь, если вы делали 2 воздушные петли подъема, то во вторую петлю подъема вяжем соединительный столбик. Если 3 петли подъема, то в третий соединительный столбик вяжем. Теперь вяжем снова 2 петли подъема, накид и в петлю основания цепочки 2 петелек вяжем еще 1 столбик с накидом. То есть мы фактически провязали 2 столбика в первую петельку. Затем делаем накид и в каждую последующую петельку вяжем по 2 столбика с 1 накидом. То есть вяжем прибавление. И в конце второго ряда у нас, как и в шапочке донышке, будет 24 столбика с накидом, провязанных по кругу. Итак, вяжем во вторую петлю 2 столбика, далее переходим в третью петлю 2 столбика, в четвертую петлю 2 столбика, в пятую и так далее. То есть до конца ряда вяжем прибавление в каждую петельку по 2 столбика с 1 накидом. Довязали до конца ряда и во вторую петлю подъема вяжем соединительный столбик. Теперь в начале третьего ряда точно так же вяжем 2 петли подъема, накид и в петлю основания 2 петелек вяжем столбик с 1 накидом. То есть вязали в начале ряда прибавление, далее делаем накид и в следующую петельку, вот она у нас сразу, за первым столбиком, и вяжем в эту петельку 1 столбик с накидом. Теперь снова в третью петельку вяжем 2 столбика с накидом, в четвертую петельку 1 столбик с накидом. То есть, как и в донышке шапочки, мы будем чередовать, вязать прибавку и столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, до конца ряда чередуем. И в конце этого ряда у нас снова добавится 12 столбиков по кругу, то есть получится 36 столбиков с накидом, провязанных в этом третьем ряду. Довязали третий ряд до конца, закончился он одним столбиком. Во вторую петлю подъема вяжем соединительный столбик. Сейчас у нас получился вот такой замечательный кружочек. Теперь вяжем еще один соединительный столбик и вытаскиваем ниточку. Отрезаем ниточку так, чтобы осталось у нас для пришивания вот этого кружочка, то есть где-то сантиметров 20. Можете оставить немножечко с запасом, для того, чтобы не делать никаких лишних присоединений. Отрезаем ниточку и она нам больше беленькая не нужна. Вытаскиваем на изнаночную сторону вот этот кончик, краешек ниточки. И все. Теперь смотрите, до вот этого момента у нас пятачок тоже вяжется точно так же. То есть берем ниточку розового цвета и вяжем вот такой кружочек. Это и есть пятачок, на котором вы затем вышьете просто такие вот две полосочки по краям, такие вот ноздри. То есть я носик вам показывать не буду, мы повторяем все точно так же. Стягиваем кольцо амигуруми, в которое набираем 11 столбиков с накидом и 2 петли подъема. Далее делаем прибавление до 24 и третий ряд до 36. Все, носик у нас будет готов с розового цвета. Повторяем то же самое. А глазик мы еще довяжем. Берем ниточку красного цвета. Берем, делаем первую петельку. Закрепляем ее. И находим, вот смотрите, у нас стык рядов. И вот приблизительно с правого края, где-то вот, можно сказать, четвертинку отступаете круга. И с правой стороны вот эту петельку выводите в беленький кружок. То есть как бы мы начинаем вязать ниточкой красного цвета. Теперь вяжем соединительный столбик в следующую петельку, как бы еще раз закрепились, ниточку. Теперь вяжем в следующую петельку в столбик без накида. В третью петельку полустолбик с одним накидом. Теперь в четвертую петельку столбик с одним накидом. То есть, как вы видите, мы возрастание делаем. Соединительный столбик, столбик без накида, полустолбик и столбик с накидом. Теперь получается в пятую петельку по счету вяжем прибавление. То есть два столбика с накидом в одну петлю. Следующую петельку вяжем второе прибавление. Два столбика с накидом в одну и ту же петлю. Следующую петлю. Третье прибавление, то есть 2 столбика с накидом в одну петлю Следующую петлю. Четвертое прибавление, 2 столбика с накидом в одну петлю Следующую петлю. Пятое прибавление, 2 столбика с накидом в одну петлю Тут возможно будет не совсем удобно, так как здесь соединительные столбики Следующую петлю мы вяжем снова прибавление 2 столбика с накидом в одну петлю вот здесь вот соединительный столбик немножечко возможно будет туговато идти я еще затянула его хорошо и вот так вот можете взять здесь крючок поменьше если вам неудобно вяжем 2 столбика в эту петельку если немного привытянулась можете за беленький хвостик ниточки просто подтянуть здесь у вас все подтянется хорошо так как взаимосвязано с вот этой ниточкой и так сделали мы первое прибавление 2 3 4 5 и 6 делаем последнее седьмое прибавление в следующую петлю вяжем 2 столбика с накидом в одну петельку далее вяжем накид следующую петельку вяжем один столбик с одним накидом следующую петельку полустолбик с накидом следующую петельку столбик без накида и в следующую петельку вяжем соединительный столбик то есть смотрите что мы сделали мы сделали как бы полукруг увеличения то есть мы сделали века нашему глазику смотрите мы сделали соединительный столбик столбик без накида полустолбик столбик с накидом затем 7 прибавлений подряд и точно так же как начинали увеличение делать так мы и заканчиваем уменьшение начиная с великого столбик с накидом полустолбик столбик без накида и соединительный столбик вот так вот ниточку не обрезайте а вам нужно рассчитать перед тем как отрезать ниточку смотрите нам нужно сейчас будет либо два варианта либо до вышивать вот эти вот просветы чтобы они у вас были ровненькие либо я делаю это так смотрите прохожу вперед иголкой вот здесь у нас четко видны столбики вот эти вот петельки я вперед иголочка прохожусь как бы вышивая вперед иголкой контур а затем продеваю сквозь вот эти петельки вот так вот пару раз туда-обратно ниточку этого же красного цвета и нам должно хватить ниточки не только прошить вот этот вот этот зазорчик беленький а и пришить ниточку красного цвета вот здесь вот пришить века затем вы будете пришивать ниточка белого цвета глазик нижнюю сторону и еще с этой ниточки вышить три реснички то есть там просто будет такие вот стежки три стежка вот поэтому не спешите отрезать а где-то сантиметров хотя бы 50 оставьте для пришивания лишь после этого отрезаете вот этот хвостик можете закрепить с изнаночной стороны чтобы он вам не мешал пришивать и нам осталось в глазике лишь только зрачок зрачок я буду вязать ниточкой черного цвета будем вязать как первый вот этот ряд то есть вяжем кольцо амигуруми закрепляем его вяжем две петли подъема 1 2 делаем накид и в колечко набираем 11 столбиков с одним накидом первый столбик колечко второй столбик 3 4 5 6 7 8 9 10 и 11 последний столбик придерживаем крайнюю петельку стягиваем наше колечко стягиваем чтобы не было никаких зазорчиков и дырочек и вот в эту верхнюю самую петлю подъема вяжем соединительный столбик теперь ниточку отрезаем выводим хвостик на изнаночную сторону и прилаживаем вот так вот нашему глазику принципе можно вот это красное ставите так но честно говоря мне кажется аккуратнее будет если здесь будет все-таки какой-то контур посмотрите контур скроет ваши вот эти вот переходы ряда и получится более аккуратно а вот этот зазорчик из красных можете либо вышивкой немножечко до вышивать либо просто я всегда еще раз повторюсь продеваю сквозь вот эти вот петельки самые нижние с внутренней стороны пару раз тут то есть туда обратно и у меня вот этот контур закрывается и теперь смотрите не забудьте после того как пришьете зрачок изначально вот этому глазику то есть не пришивая к самой шапочке вам нужно пришить зрачок и затем когда уже пришьете глазик к самой шапочке ниточку беленького цвета не спешите отрезать а сделайте вот здесь вот пару стежков можете даже три блик сделать то есть глаза будут более такие выразительные и живее вот и вот так вот то есть у нас готов носик красненький вы делаете два таких глазика немножечко прошиваете пришиваете и смотрите чтобы было все ровненько на шапочке затем всего лишь нам остается вставить волосы как вставить волосы есть отдельное видео там где я вязала куколку показывала как вдевать волосики и вот вы вдеваете в каждый столбик то есть как последний ряд волосы куклы и все абсолютно ничего сложного как я вам и обещала нет пришиваете детальки и наша шапочка практически готова вот мы пришили все детальки все собрали ушки мы также решили на два ряда ниже чем в деле волосики волосики еще раз повторюсь для тех кто не помнит про дело между восьмым и девятым рядом вот смотрите здесь вот как каждый локон каждом вот здесь вот столбики с накидом вот предыдущего ряда из него каждый каждый локон в ниточку как бы в два сложения то есть вот петелькой вот затем я собрала все волосики вот так вот хвостик на макушке надев на что-то такое объемное но я надевала на полтора литровую баночку мне так было честно говоря удобно связи с моим размером а вот можете на манекен одеть у кого есть можете на голову ребенка и просто собрать хвостик затем этот хвостик заплетаете и вот пригодилась нам вот такая вот завязочка с цветочком то есть я вам говорила что оставляем ниточку и вот так вот я просто ее завязала и получилась замечательная вот такая вот шапочка от того как вы пришьете направление вот этих вот глаз зависит выражение лица смотрите у меня получилось даже так немножечко смешно вот если вы ближе приставите глаз то получится более добрая нюша если немножечко раздвинете то соответственно немножечко такая не то чтобы злая но обижена вот так вот и в итоге получилось как на мой взгляд довольно таких симпатично можете добавить здесь еще несколько рядочков в общем принципе на ваше усмотрение здесь уже украшаете включаете фантазию можете добавить здесь связанные сердечки немножечко на тон темнее чем основа шапочки потому что она там более такая вот нежно-розоватая но темнее более чем основа шапочки вот поэтому хотите можете добавлять сердечки и так далее то есть здесь у нас внутренней стороны как вы видите все довольно таки аккуратно пришивались детали тоже очень я старалась аккуратно чтобы нигде не было никаких в общем швов и так далее единственный шоу у нас по дну шапочки это когда мы продевали вот эти вот ниточки там получается петля из петли поэтому уже более аккуратно там ничего не получится ну то есть если вы хотите так принципе можно связать и просто круг и просто его вот так вот приметать либо круг либо вот так вот без одной ячейки круг то есть в принципе здесь уже если вы не хотите вдевать волосики то можете поэкспериментировать на свое усмотрение я сделала вот так вы уже смотрите на свой вкус и на свое усмотрение кому понравилось конечно же ставьте лайки комментируйте не забывайте подписываться на мой канал всем хорошего настроения пока пока